На самом деле, бывают такие вопросы, на которые нам непросто найти ответы. И когда я читаю Святое Писание, то я вижу, что первые христиане, они сталкивались тоже с такими вопросами. Ну, например, хотя для нас, конечно, эти вопросы уже не являются какими-то существенными, какие-то из них нам вообще непонятны даже, но в то же время для тех первых христиан это были очень серьезные вопросы. Ну, например, есть мясо или не есть? Что можно есть, что нельзя есть? Потому что они вот только с Ветхого Завета, где было много разных постановлений, чистая пища, нечистая пища. И вот они в Новом Завете, вот они приняли эту благодать от Господа, прощение, и теперь они пытаются понять, как надо правильно жить. И для них эти вопросы были очень существенные. Одни говорили, мясо можно есть теперь вообще всякое разное, ешьте все нормально. Другие говорили, да нет, вы что, посмотрите закон о чем говорит, и вообще мясо лучше не есть. И они спорили. А кто-то размышлял о том, надо ли, например, как-то особенно выделять субботу. Другие говорили, вы о чем? Мы всегда, это суббота, это день покоя. Как это может быть? Как вы можете теперь не почитать субботу? Это субботний день. А кто-то говорил, да теперь все дни равны. Какая разница, выделяешь ты это день или не выделяешь, мы теперь полностью принадлежим Богу. Поэтому не важно, суббота это или воскресенье, надо просто Богу полностью принадлежать и все. И они спорили. И сегодня для нас не имеет большого значения, наверное, вот те вопросы, о которых они рассуждали. Но для нас имеет большое значение тот ответ или те ответы, которые апостолы им давали. Потому что, надо признать, мы сегодня с вами тоже сталкиваемся с такими вопросами, на которые так вот сходу ответы не дашь. Вы согласны со мной? Кто с такими вопросами сталкивается? Да, нам говорят, что есть все ответы в Писании, но мы пытаемся понять и мы не можем понять, потому что вопросы какие-то слишком современные, слишком новые, и мы не можем как-то определиться, так надо поступать или по-другому надо поступать. И вот об этом я хочу сегодня с вами поговорить и порассуждать. Поэтому давайте обратимся к Святому Писанию и посмотрим, как интересно апостолы отвечали на те вопросы, на которые не было однозначных ответов. Базовым местописанием сегодня будет послание к римлянам, 14 глава, с 5 по 9 стих. Послушайте. «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно, говорит апостол Павел. И вот его ответ. Всякий поступай по удостоверению ума своего». Своего ума. «Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем всегда Господни, ибо Господь для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Интересный ответ, конечно, дает апостол Павел, и я хочу особенное ваше внимание обратить на эту фразу. Всякий поступай по удостоверению ума своего. Поступай по удостоверению ума своего. Давайте посмотрим еще на пару переводов. Я думаю, ни для кого не секрет, но хотя скажу на всякий случай, для тех, кто, может быть, этого не знает, что Новый Завет был написан на греческом языке. Поэтому то, что мы сегодня читаем, это перевод с греческого языка. Есть английский перевод с греческого языка, есть русский, есть немецкий, всякий разный, но это все переводы с греческого языка. Поэтому ничего страшного, если мы смотрим в наш привычный синодальный перевод, потом смотрим другие переводы, чтобы увидеть какие-то новые грани одной и той же истины. Хорошо? Поэтому ничего плохого, если мы смотрим разные переводы. Итак, перевод епископа Кассиана, например, говорит, так показывает это местописание. Ибо один различает день от дня, а другой судит одинаково о каждом дне. Каждый в собственном убеждении добудет тверд. Вот так звучит его перевод. А вот еврейский перевод. Что вы смеетесь сразу? Нормальный перевод. Слушайте, кто-то считает, что некоторые дни более святы, нежели другие, в то время как иной полагает, что все дни одинаковы. Важно, чтобы и тот, и другой были абсолютно уверены в своей точке зрения. Ну, еврейский перевод, точно. Еще я заглянул в словарь «Стронга». И там дается тоже определение вот этой фразы. «Поступай по удостоверению ума своего». И вот на основании этого перевода я бы сделал такое определение. Послушайте. «Поступать по удостоверению ума своего» это значит в точности и с уверенностью поступать так, как ты понимаешь. Еще раз повторю. С точностью и с уверенностью поступать так, как ты понимаешь. Получается, апостол Павел говорит, как понимаешь, так и поступай. Какая тишина, я думаю, вы сразу начинаете бодрствовать. Я думаю, что кто-то внутри подумал, круто, вот именно этого я все время ожидал. Наконец-то теперь я могу это обосновать Писанием. Как это здорово поступать так, как ты понимаешь. Как я понимаю, так и поступаю. Как мне открыто, так я и делаю. Но об этом ли говорит апостол Павел? Давайте посмотрим повнимательнее. И прежде чем продолжим, я хочу напомнить вам, что в Библии существует одна особенная книга. Она называется «Книга судей». Это то время, когда не было царя у Израиля, и когда каждый поступал, как ему казалось правильным, как ему казалось справедливым. Это время, когда умер предводитель народа израильского Иисус Навин, и после этого они поступали без какого-то предводителя, без какого-то царя. При этом они постоянно оказывались в какой-то проблеме. И Бог, когда они начали к нему вопиять, давал им разных судей. И эти судьи помогали им выбраться из этой проблемы, очередной, в которой они оказывались. И они дальше вроде ободрились, не проходило много времени, когда они опять оказывались в какой-то проблеме. Бог давал нового судью. И вот об этом вся книга судей. И вы знаете, что последние три главы этой книги, они повествуют нам об ужаснейшей истории, которая произошла в то время. Там было одно из колен Вениаминова колена. Вы знаете, что Израиль состоит из 12 колен, и вот одно из колен Вениаминова. Они сделали отвратительные дела, отвратительные поступки. Там были, по всей видимости, гомосексуалисты. И, кстати, гомосексуалисты – это очень злой народ. Они готовы убивать, они готовы насиловать, потому что ими руководят определенные демонические духи. Ими руководят. И вот там, в этой книге судей, последние три главы вы можете увидеть, как описывают, когда эти гомосексуалисты собрались против там определенных людей, и они хотели их насиловать. После этого произошла трагедия, ужасная трагедия. Вы можете дома сами почитать, я не хочу здесь со сцены читать это. Но, когда все это произошло, весь народ Божий, все остальные колена, они собрались вместе. Они сказали, первое, мы клянемся, что больше никогда мы не отдадим своих дочерей в замужество за этих людей. Мы клянемся. И после этого они собрались вместе и пошли войной. Произошла гражданская война, после чего колено Вениаминова практически было истреблено. Осталась небольшая группка мужчин, которые уцелели, и народ Божий, написано, плакал. Они плакали и говорили, Господи, как же так, что целостность наша нарушена? Как же так, что целое колено практически перестает существовать? Они плакали перед Богом и думали, что же делать? Только что сами истребили практически все это колено, теперь думают, что же делать на самом деле, ведь теперь у нас вот такой недочет и разрушение. И они придумали, что делать. Они сказали, там есть один город. И они обращаются к этой уцелевшей группе мужчин и говорят, все, повоевали, хватит, беды уже много, и надо как-то восстанавливать теперь положение. Целостность в народе надо как-то восстанавливать. Поэтому давайте сделаем так. Вот там есть один народ, город такой есть. Давайте вы засядете в кустах недалеко от этого города, потому что иногда на праздник девицы, которые еще не знают мужа, они выходят танцевать в хороводы, и у них празднество определенное, они там радуются, веселятся, и там мужчин нет. Поэтому вы спрячьтесь в кустах, и когда эти девицы выйдут водить хороводы, вы выбегаете из кустов, хватайте каждый себе, какая понравится, и бегите себе домой. Вот так они придумали, по всей видимости, всем понравилось, они так и сделали, эти виниамитяне засели в кустах, девушки вышли водить хоровод, они вышли, схватили, убежали, а те, значит, при этом говорят, «А когда придут?» Я хочу, чтобы мы это прочитали. Покажите, пожалуйста. И они говорят, «И когда придут...» 21 глава, 22 стих, со 2 стиха. «И когда придут отцы их или братья их с жалобою к нам, мы скажем им, простите нас за них, ибо мы не взяли для каждого из них жены на войне, и вы не дали нам». Теперь вы виновны. Ну, по-моему, полнейший бред. Но это решение вынесли, по всей видимости, ну вот передовые силы народа на то время, старейшины, скорее всего, вместе собрались и вынесли какое-то такое особенное решение. Знаете, как заканчивается, какими словами заканчивается эта книга вообще? Послушайте. Это 21 глава, буквально через 3 стиха, она заканчивается 25 стихом. «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Целая книга посвящена тому, что каким бы избранным народом ты не являлся, если у тебя нет царя, если у тебя нет руководителя, если ты просто сам по себе пытаешься поступать так, как думаешь правильно, ты придешь к этому же безумию. Целая книга этому посвящена и оставлена нам в назидание, в наставление, чтобы мы помнили это и понимали, что нет правильных решений, по большому счету, если мы просто выбираем поступать там, так, как нам кажется правильным. Получается, что апостол Павел не это имел в виду, когда говорил, что каждый должен поступать по удостовению ума своего, и в этом он видел выход в тех вопросах, на которых нет, кажется, однозначных ответов. Тогда интересно, в чем же суть этого послания апостола Павла. Давайте обратим внимание, что как только, как только апостол говорит эти слова, он дальше, на мой взгляд, описывает определенное мышление церкви. И вот давайте увидим, что это за мышление. «Всякий поступай по удостоверению ума своего». И дальше вот это мышление. Кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест и благодарит Бога. А кто не ест, для Господа не ест. У него свои какие-то причины, у него свои какие-то мысли, но суть в том, что он делает это для Господа, поступает так и тоже благодарит Бога. А никто из нас не живет для себя, говорит апостол Павел, обращаясь к церкви. И никто не умирает для себя. То есть, никто не распоряжается в церкви среди людей, которые посвятили свою жизнь Христу, никто не распоряжается своей жизнью. Они доверили свою жизнь Богу, чтобы Он распоряжался, чему быть, чему не быть в этой жизни и более того, когда жить, а когда приходит время расстаться с жизнью. Буквально перед собранием ко мне подошла наша сестра Люба Харидинова, которая, вы знаете, проходила непростой путь вместе со своим мужем, проходила химиотерапию за химиотерапией. Это потрясающие слова, которые она подошла и сказала прямо перед собранием. Она сказала, что, вы знаете, когда я там была в больнице, я понимала, что мне без разницы здесь на земле или там в вечности, главное, чтобы воля Божья совершалась. Я вообще не держусь за эту жизнь. Я с Господом, и это самое главное. Здесь я с Господом или там на небесах я буду с Господом. Главное, что я с Господом. Как вам нравится это мышление? Так могут рассуждать только дети Божьи. Да, вы скромно хотите поаплодировать, ну так дайте аплодисменты к Господу, потому что Он дает нам это мощное новое мышление, которое не зависит от ситуации в этом мире, которое превозносит тебя над всякими обстоятельствами, которое развивает в тебе совершенно новые понятия. И ты пытаешься не просто выйти из ситуации, а ты пытаешься угодить Господу. И так дальше читаем. Никто из нас не живет для себя и никто не умирает для себя. А живем для Господа живем. умираем ли для Господа, умираем. И потому живем ли или умираем всегда Господне. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. О, круто как! Оказывается, Иисус умер за наши грехи и потом воскрес из мертвых. Не для того, чтобы просто облагородить нашу жизнь, не для того, чтобы дать нам просто какой-то вот сверхъестественные способности, дары, возможности, благодать какую-то, а для того, чтобы владычествовать и над живыми, и над мертвыми, для того, чтобы иметь власть в твоей жизни и на этой земле, и там в вечности. И я вам должен сказать, что альтернативы немного господству Иисуса Христа. Если человек не принадлежит Иисусу Христу, если Иисус Христос не является царем человека какого-то, то тогда царем этого человека является дьявол. И дьявол управляет жизнью этого человека, и он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. А Иисус Христос пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Жизнь здесь, на этой земле, жизнь в вечности, неважно, там, где Иисус Христос, там есть жизнь. Однажды Он так и провозгласил, я есть исть, путь, истина и жизнь. Аллилуйя! Нам не нравится слово господство. Нам так хочется уйти от всякого господина. Нам хочется быть свободными, но настоящее свобода не в том, чтобы поступать, как нам хочется, потому что в таком случае мы неизбежно попадаем под власть дьявола и, думая, что мы свободны, остаемся рабами ему и делаем то, что ему угодно. Только господство Иисуса Христа может сделать нас свободными. Как ни парадоксально это звучит, но только власть, господство Иисуса Христа может привести нас к настоящему счастью, к настоящим победам и к жизни вечной. Аминь. Поэтому здесь очень ясно написано, для этого Иисус и умер за наши грехи. Для этого Он воскрес из мертвых. Для этого Он ожил в нашей жизни, чтобы господствовать над нашей жизнью, чтобы помочь нам идти правильным путем. И другого варианта нет. Только если Он направляет нас каждый день, только если Он руководит нами каждый день, только если мы настроены на то, чтобы Ему угодить, только в этом есть покрытие в нашей жизни и безопасность, и мудрость, и правильные решения. Вот о чем говорит апостол Павел. И когда он показывает вот это мышление, если оно есть, а оно должно быть в церкви, он обращается к церкви, он даже не спрашивает, вы так думаете или вы так не думаете, он просто как бы утверждает то, как есть. И он говорит, в этом случае каждый поступай по удостоверению ума своего. Что это такое? Я думаю, что речь идет о новом уме. Послушайте, я думаю, что речь идет совершенно о новом мышлении, не о том, которое так привычно для нас, когда мы жили без Бога, не о том, которое привычно для этого мира. Это совершенно новое мышление. это мышление, когда у тебя в голове, в твоем мышлении есть Господь, есть Царь, и это Царь Иисус Христос. Вот что написано, что каждому человеку, который признал Иисуса Христа своим Господом, каждому человеку, который принял Иисуса Христа как своего Спасителя и Господина. Бог дает свой Святой Дух. И вот этот Святой Дух, он дальше руководит человеком, он дальше, он призван направлять человека. Он призван иметь вот это владычество, о котором говорит апостол Павел. Послушайте, первое послание Коринфянам, вторая глава, 12 стих. «Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». То есть Господь дает своему сыну и своей дочери Дух Святой, который открывает нам знание Бога. И вот вместе с нашим разумом, вместе с нашим умом, внутри нас появляется этот внутренний голос, этот голос Святого Духа, который тоже мыслит, который дает определенное мышление. И мышление Духа Святого в том, чтобы угодить Богу. И это совершенно новое мышление. Итак, чтобы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем, не от человеческой мудрости, говорит апостол Павел, изученными, то есть наученными какими-то словами, но наученными от Святого Духа соображая духовное с Духовным. Еще одно местописание, 1 Коринфянам, это же 2 глава, чуть-чуть ниже, 15-16 стих. Но Духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Итак, поступать по удостоверению ума своего, я понимаю, что это означает, что ты думаешь не о том, как надо правильно поступить с твоей точки зрения, а ты думаешь о том, как лучшим образом угодить в этой ситуации своему Господину, как исполнить его волю, и для этого нам дан Дух Святой, чтобы открывать нам знания Божьи, чтобы открывать нам его желания, чтобы мы начинали понимать, а что он хочет, ведь он сказал, что ваши мысли вообще не такие, как мои мысли, вы даже представить себе не можете, как я мыслю о той или иной ситуации, вы скажете, ну это просто, я думаю, что это правильно, вот так, это справедливо, вот так, забудьте это слово, если мы будем стараться поступать просто справедливо из своих понятий, мы придем к безумным поступкам, и я думаю, что не стоит, не нужно нас даже убеждать в этом, мы сами на своей жизни знаем, сколько глупых поступков мы поступили, ну сделали, думая, что мы поступаем самым лучшим образом, правда, правда, поэтому нам стоит смириться, смириться, как мы уже слышали сегодня, под крепкую руку Божию, и Он вознесет нас, Его господство не унижает, Его господство поднимает, Его господство раскрывает в тебе самое лучшее, Его господство ведет тебя к жизни, это крутое господство, и так поступать по удостоверению ума, это значит постараться угодить Господу во всем, так, как ты понимаешь, исходя из твоего ума, как ты понимаешь, исходя из того, что тебе открыто, но постараться угодить Господу, ну, кто-то подумал, здорово, здесь так и написано, что, а мы имеем ум Христов, это значит, мой ум, это ум Христов, но здесь так не написано, вы знаете, иметь ум Христов, это еще недостаточно, нужно ведь им еще воспользоваться, то есть, ум можно иметь, но им можно не пользоваться, я бы назвал эту проповедь «включи мозги Иисуса Христа», включи Его разум в своей жизни, не выключай его постоянно, потому что его так хочется выключить, потому что, как и написано в вашей мысли, не мои мысли, это правда, когда Он начинает говорить в моей жизни, когда его мысли становятся для меня понятными, они вообще не с моей, как будто, с моего понимания, не с моей логики, они вообще какие-то другие, и где-то по-человечески хочется выключить, не выключай мозги Иисуса Христа, свои лучше выключай, включи разум Божий, откройся для этого разума, желай его, ожидай его, оставь все, когда ты начинаешь понимать, какая-то мысль от Духа к тебе пришла, она непонятная, она новая, но она лучшая, поэтому, чтобы этот ум Христов, он начал работать в нашей жизни, недостаточно его иметь, мы имеем ум Христов, каждый, кто поверил в Иисуса Христа, получил Духа Святого, и в Духе Святом мы имеем ум Христов, но надо начать им пользоваться, это обновленный разум, это обновление разума, о котором здесь написано в Послании к Римлянам, 12 глава, 2 стих, и не сообразуйтесь с веком этим, то есть не старайтесь там все понять, не старайтесь поступать из этой логики, из этой выгоды, которая в этом мире, но преобразуйтесь, должно произойти это преобразование, есть теперь наш ум привычный, понятный, логичный, и все его понимают, ты начинаешь говорить, тебя все понимают, но попробуй начни говорить, отталкиваясь от тех мыслей, которые от Духа Святого пришли, и ты станешь тут же инопланетянином, и должно произойти это преобразование, преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, и она благая, она угодная, она совершенная, нет ничего лучше той мысли, которая приходит к тебе от Святого Духа, она выглядит невзрачно, она выглядит точно так же, как Иисус пришел и родился в хлеву, и написано, не было в нем ни вида, ни величия, и не было вида, который бы привлекал нас к нему, говорит пророк Исаия, но он взошел, как росток из сухой земли, не было чего-то особенного, но он превратился в мощное дерево, он сегодня дает жизнь каждому, кто приходит к этому дереву, точно так же Дух Святой, он не действует так громко, но он действует так же, как Иисус Христос, потому что Иисус Христос двигался этим же Духом, его можно легко выключить, на него легко не обратить внимания, но если ты все-таки остановишься, когда начнешь слышать эту мысль от Духа Святого, она поведет тебя к благословению, она поведет тебя и даст тебе самое лучшее решение, самый лучший выход, благой, угодный и совершенный. Итак, это наша задача, преобразовывайтесь обновлением ума вашего, и это самое лучшее. Я должен признать, что здесь нам потребуется честность и смелость, потому что поступать по нашему привычному рассуждению несложно, как я уже говорил, это всем понятно, и тебе легко в обществе, когда ты размышляешь именно таким образом, но когда приходит мысль от Духа Святого, как минимум нужна честность, потому что Он направляет тебя не туда, куда ты шел до этого. Я приведу вам пару примеров, знаете, они такие простые, они не такие, что я услышал голос Божий, Он мне сказал, иди, сын мой, туда, и там пару человек воскресли, когда я послушался. Нет, знаете, наша жизнь с Богом, она обыденная чаще всего. Дух Святой, Бог пришел в нашу жизнь, в простую нашу жизнь. Мы не супермены какие-то, у нас есть работа, ответственности, семьи и так далее. И вот туда Бог пришел, Он взял нас, такие, какие мы есть. И Он действует в нашей жизни, в такой, какая она есть. Я не так давно оказался в доме одной нашей семьи, где нужна была помощь, и мы стояли и рассуждали, значит, как должно быть, как лучше помочь, и нужно было принять определенные решения, нужно было понять, как там, что сделать. И мы хорошо рассуждали, продвинулись в этом, и в какой-то момент, это был уже вечер, в какой-то момент я понял, что, в общем-то, уже все понятно, и они могут дальше справиться без меня. Мне сильно хотелось домой, потому что мы договорились с дочерью, у нас было определенное мероприятие, которое мы запланировали, и я всем своим сердцем и душой устремился туда, потому что мне хотелось, значит, время провести с ней, и сделать то, что мы запланировали. И я уже начал формулировать речь, как я сейчас скажу моим дорогим братьям и сестрам, что, ну, как бы, как я откланяюсь и скажу, ведь все уже понятно, в общем-то, поэтому вы тут без меня уже справитесь, я поехал. И вот параллельно, и вот параллельно с этими размышлениями, с этой речью, которую я формировал, вдруг появились очень ясные мысли. Надо довести дело до конца. То, что ты начал, надо закончить. Но я ведь и дочери обещал. То, что ты начал, надо закончить. Это другое мышление совсем. Это другая мысль. Я знаю, она не моя, я бы уже объяснил все, откланился и домой уехал. Но Дух Святой показывает, надо остаться, довести дело до конца. Я смирился. Слава Богу, Он помог мне быть честным в этот момент и сказать, да, Господь, я понимаю все, что надо делать. Мы понимаем, что надо делать, когда Дух Святой говорит. Это неправда, что Он говорит очень сложно. И нам надо долго искать волю Божью, Господи, где же она там, на небе или в преисподней, как Писание говорит. Да, она недалеко. Она очень близко. Только первое, надо быть честным, надо признать. Да, она тебе непонятна. Да, она тебя поворачивает в другую сторону, но она от Бога. Или ты послушаешься, или нет. Буквально на днях я ехал там по нашему городу из одного конца в другой. Я опять спешил домой. Потому что мы тоже договорились с семьей провести определенное время. Вот. И по пути я вдруг, опять же, я рассуждаю, как это дома сейчас будет. И параллельно появляется мысль, что надо спланировать те работы, которые там сейчас закончили на определенном этапе в той стройке, которую мы всей церкви вместе с вами ведем. И надо приехать туда и посмотреть, как и на каком этапе там. И я, конечно же, начал объяснять, что я все-таки запланировал быть дома, и меня там все ждут. Слава Богу, что в этот раз тоже Господь победил. И я смирился и понял, что да, Господи, я понимаю, что надо быть там. Друзья мои, я думаю, что многие из вас поймут, что когда ты поступаешь, стараясь угодить Иисусу, то первое, приходит этот божественный мир и удовлетворение от того, что ты поступаешь правильно. Никто не может заменить это чувство нам. Только от Бога оно может приходить. Второе, приходит совершенное устройство там, где ты думал, что чего-то не успеешь. Это другая мысль, но просто я хочу, чтобы она у вас осталась, потому что на самом деле, если ты идешь за этими мыслями, которые от Бога, однозначно, Его воля, Его мысли, они благие, угодные и совершенные. Они покрывают все, они дают устройство. Может быть не так, как ты себе ожидал, но они дают устройство. Друзья мои, я так часто слышу, я не понимаю воли Божьей, я не знаю, какая она. Не так давно мы разговаривали с одним моим братом, люблю его очень, наверняка, я знаю, что он здесь, и мы с ним, значит, общались, и он мне рассказывал, я у него спросил, скажи, о чем ты сейчас переживаешь больше всего в своей жизни? Вот что тебя заботит больше всего сегодня в твоей жизни? И он говорит, ты же знаешь, я мечтаю, чтобы слышать голос Божий, я так мечтаю, чтобы понимать его, как он сказал, хоть на волосинку, вот хоть чуть-чуть, чтобы я попонял, что это Бог говорит в мою жизнь. Я думаю, интересно, неужели совсем не говорит и совсем ничего не понимает? Я говорю, ну да, крутое, так-то желание, все нормально, да, и мы дальше разговариваем, и он рассказывает, говорит, ты знаешь, вот я переехал с одного места на другое, я так долго думал, надо ли это сделать? Ну, я не буду рассказывать, там за этим стоит целая история, конечно, есть причины, почему с одного места надо было переехать на другое, а он тормозил откровенно. И вот, он принимает решение, и он говорит, ты знаешь, как только я переехал туда, я понимал, что все-таки это правильно, как только я переехал, даже более того, как только я принял это решение, что я переезжаю, такой мир наполнил мое сердце. Я не выдержал, я рассмеялся. Я говорю, слушай, ты после этого мне рассказываешь, что хотя бы на волосинку тебе надо знать, как Бог говорит в твою жизнь. Бог говорит в нашу жизнь, Он ясно говорит в нашу жизнь, но первое, надо быть честными, чтобы признать, что это Он говорит, чтобы признать и послушаться. Второе, надо быть смелыми. Знаете, те вопросы, которые поднимались тогда в первой церкви, они были очень непростые, потому что попробуй там скажи, что в субботу, суббота это такой же день, как все остальные, для нас это сегодня ни о чем, а тогда они могли быть отлучены от синагоги. Вообще-то за такие размышления даже. Сегодня для нас есть свои вопросы, на которые не просто получить какой-то ответ. Например, многие сегодня думают, надо вакцинироваться или не надо. Это наш современный вопрос, правда? О, так много размышлений, можно бесконечно размышлять об этом. И одни будут правы, потому что там свои аргументы, и другие будут правы, потому что там свои аргументы. где же, где же правда, как же все-таки поступить? Надо вакцинироваться или не надо вакцинироваться? Я хочу вам сказать, что самое главное, то, что показывает апостол Павел, он говорит, это не ответ на вопрос. Самое главное, это то мышление, как ты мыслишь. Ты мыслишь, чтобы выйти сухим из воды, ты мыслишь, чтобы просто все было хорошо, и тебя ничего не коснулось, или ты мыслишь, чтобы угодить Господу в своей жизни? Если так, то ты примешь правильное решение. Я вам должен сказать, что уже сегодня я вижу, как люди поступают по-разному, но и одни, и другие стараются угодить Господу. Одни, например, говорят, мы не будем вакцинироваться, мы не будем ставить прививку, Бог нас защищает, и вообще мы чувствуем, что здесь что-то неладное, и мы не хотим с этим ничего общего иметь, мы уповаем на Господа, и ради Господа мы не ставим прививки, и Бог с ними хранит и благословляет. Я знаю, не буду говорить, конечно, что и кто и как, но я знаю достаточно таких примеров у нас в церкви. Буквально вчера я разговариваю с одной сестрой, которая говорит, я поставила прививку, хотя она не собиралась ставить прививку. Я говорю, интересно, а что тебя подвигло к этому? И она рассказывает, она говорит, я работаю на определенной работе уже многие годы, и я знаю, что Бог привел меня сюда, потому что было много обстоятельств, которые должны были вывести меня отсюда, и я сама хотела бы уйти, но Бог меня привел сюда. Сегодня у меня есть отношения с теми людьми, которые есть, и я их веду к Богу. Я не могу позволить, чтобы что-то вывело меня сегодня из этой работы. И раньше я бы сама готова была уйти, но сегодня я хочу остаться здесь ради этих людей. И я сказала, Господи, что же мне делать? Я не могу оставить этих людей, ведь так много уже работы ты сделал в их жизни, я хочу, чтобы они спаслись в результате через мою жизнь, через мое свидетельство. И она говорит, я услышала от Господа, который сказал, я могу убить внутри тебя этот вирус, поэтому иди ставь и ничего не бойся. Вот вам и ответ. И вы не можете скопировать этот ответ, как в первом случае, так и в случае другом. Вы не можете скопировать. Вам надо поступать по удостоверению ума своего, исходя из тех мыслей, которые Дух Святой вам лично даст. И тогда вы сможете поступить правильно. Она говорит, я поставила прививку, никаких признаков, ни болезни, ничего не было, и я здоровый, и все у меня в порядке, и я продолжаю работать, я продолжаю служить этим людям. Аминь. Это круто. Мне очень нравится это, потому что нам не надо осуждать друг друга, кто прав, кто не прав. О, ты ставишь прививку, у тебя веры мало. А другой говорит, да нет, ты просто не понимаешь, надо поставить, потому что ты не заботишься о других, если не ставишь прививку. И ты прав, и ты прав. Понимаете, каждый должен поступать по удостоверению ума своего, стараясь угодить своему Господу и Спасителю. И тогда мы будем попадать в десятку. Я знаю, что возникает определенный момент, потому что мы приближаемся к тому времени, когда будут раздавать, не просто прививки, будут раздавать печати зверя. И сложно сказать, что здесь просто, ну, не так важно, поставишь ты эту печать зверя или не поставишь ты эту печать зверя. Просто поступай, как тебе Господь откроет. Кто поставит печать, для Господа поставит, то не поставит, для Господа не поставит. Здесь-то это не может работать. Мы приближаемся к тому времени, когда это будет однозначно неправильно. Написано, что каждый человек, который примет начертание зверя себе на лоб или на правую руку, он потеряет навсегда отношения с Богом. Он никогда больше не сможет вернуться в эти отношения, он навсегда будет потерянный. О чем же тогда речь? Я верю, что сегодня то время, когда нам надо научиться каждому поступать по удостоверению ума своего. Не по удостоверению ума ближнего, по удостоверению ума своего. Это твои личные отношения с Богом. Это твое личное упование на Бога. Это твое личное хождение перед Ним. это твои мысли, которые ты получаешь от Него. И когда каждый из нас будет идти этим путем, мы все вместе будем иметь невероятное единство. И мы будем все вместе в свое время ясно понимать, что принимать, а что не принимать. И Бог прославится в этом единстве и в мудрости, которую Он нам всем вместе даст. Аминь. Давайте прославим Его за это. Давайте прославим Его за Духа Святого, за Иисуса Христа, который взял все грехи наши на себя, чтобы принести в нашу жизнь Духа Святого и дать нам свою власть и разрушить всякую власть дьявола. Давайте встанем. Давайте встанем для молитвы, дорогие. И помолимся с благодарностью Господу, доверяя Ему своей жизни, ожидая Его голос и обещая Ему поступать по Духу Святому. Апостол говорит, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Поступайте по Духу, потому что Дух Божий поселился в ваши сердца, и Он наставляет ваш Дух. И вы начинаете иметь мысли, которые приходят прямо от Отца Небесного. Дух Божий поселился в вашем доме. Продолжение следует...